В ООО РЖД состоялось селекторное совещание, посвященное взаимодействию портовиков с железнодорожниками, на котором присутствовало сразу два заместителя министра транспорта Андрей Недосеков и Виктор Алерский. Участники попытались извлечь уроки из нынешней зимы, когда на подходах к портам образовались совершенно чудовищные пробки. Порядка двухсот составов на сети стояло на подходах к портам. Присутствующие заслушали руководителей дорог, которые подходят к портам. Наиболее благоприятная ситуация была на Октябрьской дороге, руководство которой еще в декабре провело соответствующие совещания с портовиками, разработало план график, включило на полную мощность логистический центр. И ситуацию удалось взять под контроль. В худшие месяцы простаивало чуть более 30 поездов, а сейчас вообще 9-10. Хуже ситуация на дальневосточной дороге, которой остро не хватает инфраструктуры. И грузоотправители просто зачастую не согласовывают с ней объемы перевозок. Ну а хуже всего ситуация сложилась на Северо-Кавказской железной дороге. Причем здесь оказался виноват погодный фактор. Как пояснил Виктор Олерский, если в Финском заливе с учетом прошлой зимы как-то подготовились, то вот Азовское море удивило. Там, на Северо-Кавказской, до сих пор сохраняется большое количество брошенных составов. Ну какие уроки можно было извлечь из нынешней зимы? Дело в том, что пока в портах не будут избыточной резервной мощности, как заметил Виктор Олежский, так и будет постоянно, так сказать, перетягивание каната между железнодорожниками и портовиками. Пытались было в Министерстве транспорта подойти к подписанию узлового соглашения, но противоречия между портовиками и железнодорожниками настолько велики, что этого сделать не удается, хотя работа над этим продолжается. В свежем номере ГУДКА читайте заметку о том, почему российские металлурги недовольны действующими тарифами на перевозку лома черных металлов. По мнению генерального директора НЛМК «Сорт», входящего в группу компаний Новолипецкого металлургического комбината Александра Бураева, существующая на данный момент ситуация, когда металлурги оплачивают доставку металлолома по тарифам, предусмотренным для конечной продукции, фактически означает прямое увеличение себестоимости российского металла, так как именно лом черных металлов является одним из основных видов сырья для отечественной черной металлургии. В структуре потребления его доля составляет более трети, 35%. И по словам господина Бураева, перевод металлолома из третьего класса, а это класс готовой продукции, в первый, а это класс сырья, позволил бы вовлечь в оборот значительные объемы, скопившиеся в регионах, которые удалены от основных потребителей, вывести этот объем и заодно снизить себестоимость конечной продукции металлургического комплекса. По словам представителя НЛМК Сортова, этот вопрос поднимался металлургами неоднократно, причем на разных уровнях и в разных министерствах, но до сих пор решение не принято. РЖД и Минтранс считают, что текущая ситуация вполне отвечает тому, что стоимость лома черных металлов в 2-3 раза выше, чем стоимость, например, другого железорудного сырья, как концентрат железорудный, а катыши, которые стоят, как я уже сказала, в 2-3 раза дешевле. И в РЖД, кроме того, считают, что действующие тарифные условия не препятствуют наращиванию объемов металлоломов в адрес потребителей отечественных, ссылаясь на динамику перевозок в период с 2009 по 2011 год. И кроме того, как сказала заместитель начальника департамента по маркетингу грузовых перевозок и тарифной политики у РЖД Галина Зимовская, средний уровень транспортной составляющей при перевозках лома черных металлов на внутренний рынок в настоящее время не превышает 9,8%, что ниже среднего уровня транспортных затрат грузоотправителей и других видов сырья для нужд российских металлургов. В федеральной службе по тарифам поддерживают позицию железнодорожников. Как сказали Гудков в ведомстве, учитывая, что в настоящее время тарифы на перевозку лома черных металлов унифицированы, решение об их снижении приведет к значительному повышению эффективности экспорта черных металлов, и на внутреннем рынке возникнет дефицит. А кроме того, при переводе, при смене тарифного класса, РЖД потеряет значительные средства. В денежном выражении компания будет терять каждый год более 7 миллиардов рублей. А снижение тарифа составит порядка 50%. На втором странице свежего номера ГУДКа читайте материал о новом способе диагностики, о новом методе диагностики, который сейчас внедряется на Южноуральской железной дороге. Его разработали специалисты опытного завода путевых машин, дирекции инфраструктуры Южноуральской железной дороги. По сути своей, они просто усовершенствовали уже имевшийся в наличии у них прибор Леонова, добавив к нему контрольно-измерительный блок. Но благодаря этому дорога сможет сэкономить до 1 миллиона рублей в год, так как теперь проверять двигатели путевых машин можно, не снимая их с машины. До сих пор, чтобы диагностировать, понять внутренние неполадки двигателя, необходимо было его снять, а после проверок, если возникали какие-то подозрения, то двигатель приходилось и разбирать. Но благодаря новому прибору в этом нет надобности, там сразу же, так сказать, видно, есть ли какие-то неполадки, требует ли данный двигатель ремонта. И весь процесс происходит без, так сказать, разбора. В этом году железнодорожники, да и вся наша страна, будет отмечать знаменательную дату 175-летия железных дорог России. В связи с юбилеем в УАВ РЖД уже подготовлена целая программа праздничных мероприятий. Под знаком юбилея пройдет и профессиональный день, день железнодорожника, профессиональный праздник. Будут выпущены памятный знак, юбилейные медали. Планируется показ целой серии специальных фильмов на телеэкранах. А по сети дорог будет допущен специальный агитпоезд. Разумеется, газета наша не остается в стране. И с сегодняшнего дня мы начинаем публикацию материалов к этому юбилею на специальной полосе, посвященной 175-летию железных дорог России. Мы расскажем не только об истории создания в нашей стране стальных магистралей, о том, как это происходило, о строительстве самых первых железных дорог, но и о сегодняшнем дне отрасли, о ее будущем. Конечно, мы вспомним и самые важные, самые яркие моменты истории, расскажем о выдающихся личностях, которые сыграли в этом важную, а иногда и решающую роль. Посвятим этому немало места в нашей газете. Но, тем не менее, хотелось бы вспомнить и малоизвестные факты истории, вспомнить тех героев железнодорожников, о ком раньше никто и не писал, может быть. Поэтому газета приглашает это сделать вместе и поделиться своими воспоминаниями или тем, что кому известно, и ветеранов железнодорожников, и ученых, да и вообще всех, кто любит и хорошо знает железнодорожное дело. Редактор субтитров А.Семкин